Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас с вами очередной мукпанг. Здесь у нас шаурма. Лапша быстрого приготовления Big Pond. Мне она очень нравится. И сочетание шаурмы с такой лапшой, это просто нечто. Гляньте, просто горячая очень. Как только залила, сразу села, потому что очень голодная. Я сегодня была на лазерной эпиляции, встала рано. Я думала как-то быстренько это все пройдет, но девушка очень хорошо делала эту процедуру. Не пропустила ни одного участка и прям пересматривала целый час. Поэтому получилось как-то долго, но зато я осталась довольна. То есть хорошо сделала она. Я всегда хожу в одно и то же место, просто там есть несколько лазерологов. Ой, горячая, не могу. Попадаю каждый раз красная. Сначала хотела только лицо сделать. Потом думаю, раз иду, сделаю все тело. В этот раз мне было совершенно не больно. Возможно, уже моя кожа как-то привыкла. А возможно, просто скорость была, мощность меньше. Обычно всегда на 20 делают. Я вообще ничего не чувствовала. Только, естественно, бикини, извиняюсь, не к столу. И подмышки было больно. А так, в общем и целом, мне нравится. Снимаю для вас влог. Во влоге вы все это увидите. Немножко там, когда делали эту процедуру, я тоже немножко поснимала вам. Посмотрите, хотела вообще по магазинам еще пройтись. Вы знаете, что у меня закончился гель для умопания. Каждый раз иду я его покупать. Покупаю кучу всего, но только не его. Составила план на день. Столько всего должна успеть. Пытаюсь экономно распределять свое время, чтобы все успевать. То есть просто, например, сидеть, листать тикток. Я стараюсь в последнее время вообще в тикток не залазить. Одно время я как-то загорелась тиктоком. Мне настолько он нравился. Сейчас как-то то ли разонравился, то ли дело в том, что ты постоянно у тебя в руках должен быть. Ютубчик ты включил, куда-то положил. Например, сидишь, гладишь. А тикток постоянно у тебя в руках телефон должен быть. В общем, в последнее время как-то разлюбила. И не снимаю особо. Хотя сегодня надо уже начать снимать тиктоки. И особо сама там не сижу. Давайте поотвечаю на вопросы. Инесса332 задает вопрос. Айка, хотела бы ли ты прыгнуть с парашюта? Если да, когда планируешь это сделать? Нет, девчонки, я не планирую прыгать с парашюта. Я даже больше скажу вам, я считаю, что это как бы риск и ненужный риск. То есть такой адреналин мне не нужен. То есть я живу прекрасно, у меня жизнь офигенная, зачем мне лишние проблемы? В какой-то степени я не понимаю людей, которые прыгают с парашютом. Не знаю, занимаются альпинизмом. Паркур. Вчера увидела, как парень на велосипеде по краюшку моста едет. И плюс это снимает. Я думаю, бог мой. А мост такой высокий. И причем внизу там нету воды, там просто асфальт. То есть если этот парень упадет, то это уже все. Не знаю, перелом точно. Нескольких конечностей, не дай бог, еще и смерть. Я искренне не понимаю людей, которые вот так вот рискуют. Я человек, который идет 300 метров, чтобы перейти через пешеход. Вот, то есть настолько я в таких вещах, не знаю, бояка. И так и в жизни. Куча факторов, которые расстраивают нас. Плюс еще проблемы какие-то со здоровьем из-за своей глупости. Ходила сегодня по магазинам. Зашла в один из магазинов. И там девушка, консультант, как только я зашла, говорит, здравствуйте, вы что-то ищете? Я говорю, нет, я просто зашла что-то посмотреть. Она мне сразу показывает новые коллекции. А мне неудобно сказать, что мне это неинтересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам, когда в магазинах консультант прям активно пытается вам помочь. Мне лично не нравится. Мне как-то сразу становится некомфортно. Или, например, мне консультант прям активно помогает. А потом в конце мне очень тяжело не купить эту вещь. Я сразу думаю, как-то некрасиво получается. Она тут рассказывает, распинается. А я потом в конце не покупаю и ухожу. Приходится покупать вещи, которые мне совершенно не нравятся. Мне очень нравится в этом плане Зара. Молы. Заходишь в Зару, всем плевать на тебя. Что хочешь, делаешь. Это очень удобно. Я еще слышала, не знаю, насколько это правда, нет. В России вроде как в Литуале. Можно взять две корзинки. Одна, если тебе нужна помощь консультанта. Вторая, если ты знаешь, зачем ты пришла, и тебе не нужна помощь консультанта. Мне кажется, это круто. У нас есть магазины, два таких больших, как у вас Литуаль Ривкош, у нас Сабина и Идеал. И мне больше нравится в последнее время Сабина. именно с девочками-консультантами. Они очень тактично подходят. Подходят в тот момент, когда действительно ты кого-то ищешь. Как бы находятся не настолько близко к тебе, с дурацкими вопросами. В общем, мне очень нравятся там девочки. То есть, как ты зашел, прям не ходят за тобой. Однажды был такой случай. Я зашла в магазин. Возможно, я вам рассказывала. В общем, получается, я купила кучу одежды. И сначала меня обслуживала одна девушка, а потом уже другая. в общем, на кассе так получилось, что они начали ругаться, что это мои продажи. Напишите на меня. А там, видимо, такая система была, что каждую вещь на одного консультанта нельзя было пробить. Общие мои покупки должны были быть либо на ее имя, либо на ее. Мне кажется, как бы там ни было, ругаться при клиенте это совершенно неправильно. очень неправильно. Девчонки, кстати, покидали мне, что, оказывается, проблемы с Ютубом были не только у меня, но и сейчас появились и у других крупных блогеров. Я не могу отнести себя к суперкрупным, но действительно, у миллиоников даже появились такие же проблемы с тегами. Так что, девчонки, будьте аккуратнее. Не пишите чужие теги. Одни и те же теги. У меня немножко проблем была не совсем с тегами, но это тоже очень важно. Сейчас не в тему, но просто сказала, потому что, боюсь, потом забуду. А еще где-то два с половиной года назад в магазине я увидела, как две клиентки чуть ли не подрались из-за одежды на скидке. Там была такая ульдиненная жилетка. У нее совсем такая теплая в сеточку. То есть, снизу выносите рубашечку, а сверху эту жилетку. И она была на скидке. И они чуть не подрались. Я всегда видела такие сцены в фильмах, но в жизни никогда не видела. Я считаю, что клиенту обязательно нужно время на адаптацию. Как только он зашел сразу подходить к нему, что давайте я вам помогу, вот новая коллекция, это старая вам подойдет, это немного пугает, по крайней мере, меня точно. А еще меня очень раздражает, когда в интернет-магазинах, в инстаграме не пишут цены. Каждый товар спрашивать и самой неудобно. А потом ждать, например, полдня, пока тебе ответят, сколько это стоит. Я подписываюсь только на страничке, где конкретно указана цена, все параметры, чтобы ничего спрашивать не нужно было. Как это было вкусно. Обычно эту водичку не допиваю до конца, но не в этом случае. То ли я была очень голодная, то ли это все было очень вкусно, но в любом случае я прям наелась. Влог, наверное, выйдет завтра утром, так что ждите. Всех люблю, целую. С вами Блайк Эмили. Субтитры сделал DimaTorzok